Цены на уголь в Кыргызстане резко взлетели вверх. Если в прошлом году водители у обочин за тонну черного золота просили 2 800-3 тысячи сомов, то в этом году цена поднялась до 5, 6 и даже 7 тысяч за тонну. В результате массовых отключений электричества население Кыргызстана оказалось на грани замерзания. Государство было вынуждено вмешаться в ситуацию и открыть точки по продаже угля по социальной цене. 3 тысячи сомов за тонну. Но водители, которые ранее возили уголь с Каракаче, выступили с возмущением. МОПА-3 тысячи таскать невыгодно. Дескать, подорожало дистопливо, запчасти, масло и иные расходные материалы. Президент Садыр Джапаров назвал таких людей врагами, которые наживаются на нуждах народа. Мои враги не только во власти, но и среди народа. Приведу только один пример. Уголь. Я больше месяца просил, умолял снизить цены. Ведь достаточно с каждой машины зарабатывать по 10-15 тысяч сомов. Но нет, им обязательно надо тысячи долларов. От безысходности правительство взяло все в свои руки. Цены снизили до 3 тысяч сомов. Теперь они остались без работы. Мы обратились в ГП Крыгыскомур и вместе с экономистами, водителями, которые возят уголь, посчитали себестоимость одной тонны угля с доставкой в Бишкек и сколько за один рейс зарабатывают водители. Причем все расходы мы посчитали по максимальной цене с целью избежать каких-либо недочетов. Начнем с того, что уголь в самом разрезе Каракаче отпускается по 1300 сомов за тонну. В среднем за рейс водители привозят 25 тонн угля. Есть и те, кто использует прицепы, но давайте про них не будем, посчитаем все по минимуму. 25 тонн угля умножаем на 1330 и получаем цифру в 33250 сомов. Смотрим карту Google и определяем расстояние между разрезом Каракаче и Бишкеком 360 километров. Окугляем до 400. В оба конца один водитель проходит 800 километров. Расход дистоплива автомобиля марки КамАЗ, с учетом того, что он обратный рейс едет груженным, составляет примерно 50 литров на 100 километров. Получается, в оба конца водителю необходимо потратить 400 литров солярки. Максимальная стоимость одного литра дистоплива составляет 56 сомов. Умножаем его на 400 и получаем сумму 22400 сомов. По словам водителя Эсена Аджмамбетова, командировочные на двое суток для водителей составляют 1250 сомов. Сюда входит питание, а также койко-место в металлическом вагоне, если водитель решил переночевать в пути. Также водители считают износ колес. В среднем в одном КамАЗе есть 18 колес со стоимостью 18 тысяч сомов за одно колесо. Колесо необходимо менять каждые 40 тысяч километров. И по формуле водителей за один рейс в Караке-Че нужно закладывать 3240 сомов. Если у водителя нет собственного грузовика, то аренда КамАЗа ему обойдется в 3500-4000 сомов за один рейс в Караке-Че. Округляем до 5000. Мелкий ремонт в среднем оценивается в 400-600 сомов. Округлим до 1000. Смазочные материалы, масло, антифриз и другие расходные материалы тоже оценим 1000 сомов. Складываем все цифры и получаем сумму 67140 сомов. Делим это на 25 тонн и получаем себестоимость одного угля, который приедет с Караке-Че в Бишкек. Это 2685 сомов. Теперь посчитаем. Те, кто продавал одну тонну угля за 5000 сом, заработали на одном рейсе 57485 сомов. Кто продавал одну тонну угля за 6000 сомов, те заработали ни много ни мало 82 875 сомов. А те, кто умудрялся продавать уголь за 7000 сомов, те заработали за один рейс 107875 сомов. Как я уже сказал, мы посчитали все расходы по максимуму. Не учли тех, кто с прицепами привозил 30-35 тонн. А ведь некоторые угольные короли имеют в своем автопарке 5-6 таких Камазов. Вот и посчитайте их сверхприбыли. Вы можете представить себе, в те дни, когда основная людская масса Кыргызстана страдала, мерзла и не могла закупиться углем, эти водители зашибали себе сверхприбыли. Это какое кощунство зарабатывать на людской нужде беде собственных соотечественников. Не этих людей нужно называть врагами народа. Потеряв сверхприбыли, эти люди теперь обвиняют государство в том, что оно снизило цены на уголь до 3000 сомов за тонну. Но даже если сейчас они будут привозить уголь по цене 3500 сомов за тонну, они будут зарабатывать за один рейс больше, чем 20 тысяч сомов. Зато какая посильная помощь своему народу и собственной стране. Не здесь ли мы должны применять слово патриотизм на деле?